Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы начинаем разговор о книге Даниила и попробуем, прежде чем обращаться собственно к тексту книги, поговорить о том, что она в целом из себя представляет, как она устроена. Потому что книга Даниила, вообще говоря, можно сказать, уникальное произведение в составе библейского канона. Уникальное во многих отношениях, потому что это, пожалуй, единственное произведение того, что называют Верхозаветной Апокалиптикой, которое вошло в канон священных книг. Где-то в так называемый межзаветный период между пленом и Рождеством Господа нашего Иисуса Христа апокалиптическая литература стала в народе Божьем чрезвычайно популярной. Произведений подобного рода было довольно много. Многие из них были хорошо известны и пользовались популярностью, если не авторитетом. Однако же вот в библейский канон, собственно, вошла только книга Даниила. С точки зрения своего авторства, конечно, она должна быть отнесена к литературе мудрых Израиля, к произведениям мудрецов, живших все тот же межзаветный период в V, IV, III веках до Рождества Христова. Может быть, более поздние фрагменты этой книги относят обычно к началу II века до Рождества Христова. При всем том, скажем, в русской Библии книга надписана как книга пророка Даниила, что, в общем, совершеннейшее недоразумение. Собственно, еврейская Библия относит книгу Даниила именно к писанию мудрецов, а не к пророческим. Между тем, это можно было бы считать таким историческим курьезом, то, что ранние христиане, поздняя античность, раннее средневековье, составляя свои списки библейских книг на основании еврейского канона, который в те времена формировался, вот отнесли Даниила к пророческим книгам по недоразумению, по случайности, потому что казалось, что если книга надписана неким именем автора, то следует считать ее пророческой. Ну, а уж задуматься о таком феномене, как псевдоэпиграфы, в те времена тоже было совсем невозможно. По жанру книга Даниила является, собственно, притчей, мидрашем, или, правильнее было бы сказать, сборником мидрашей, отчасти друг с другом связанных, отчасти и не связанных, сборником таких вот поучительных рассказов, в основе которых лежат часто совершенно, в общем, сказочные сюжеты. Нередко также используют авторы этой книги бродячие сюжеты. Мы найдем здесь параллели, скажем, с некоторыми рассказами книги «Бытия», да и с другой древневосточной литературой, отнюдь не только библейской. Вот, эти притчи были по меньшей мере произведениями двух авторов, или по меньшей мере два человека их записывали. И поэтому различают первую и вторую половину книги Даниила, которые написаны на разных языках и, в общем, в разном культурном и языковом контексте. Первая половина книги, которая включает в себя главы со второй по седьмую, написаны на арамейском языке и, по-видимому, должны считаться несколько более древними, чем вторая половина. Обычно их относят к концу пятого, началу четвертого века до Рождества Христова. Ну, пожалуй, все же скорее следовало бы говорить именно о начале четвертого века до Рождества Христова. Это время последних пророков и, конечно, время расцвета литературы мудрых Израиля. Это та эпоха, где появляются, скажем, книга Иова, книга Экклезиаста, где формируется содержание будущих книг, притчей Соломоновых и премудрости Иисуса, сына Серахала. Вот такая вот эпоха после плена, когда народ Божий с одной стороны отчасти освободился, по-настоящему, собственно, народ Божий уже не будет, после плена свободен до 1947 года, по-настоящему. Но, тем не менее, после вавилонского владычества, которое сменилось владычеством персов, ситуация сильно изменилась. Персы были несколько более терпимы по отношению к разнообразным вероисповеданиям своих подданных. Отчасти, знаете ли, вавилонские властители железной рукой пытались сделать религию такими духовными скрепами своей вавилонской империи, поэтому заставляли всех поклоняться вавилонским богам, ну, в частности, вавилонскому богу Сину. Ну, такая политика религиозной унификации, в этом смысле ни античность, ни новое время, ничего принципиально нового не изобрели. Да. Однако ж персы не считали это необходимым, довольно лояльно относились к верованиям покоренных народов. Это, во-первых. Во-вторых, персам, по-видимому, было предпочтительнее не устраивать массовое переселение народов, а более или менее дать покоренным народам свободу жить там, где они, собственно, и возникли. Поэтому очень многие народы, иудеи, в том числе в результате персидского завоевания, получили свободу возвращаться на свои места. Поэтому именно при персах караваны иудеев один за другим возвращаются из Вавилонии в Иерусалим. И действительно персидское владычество для народов Ближнего Востока, которые тоже, как и иудеи, получили возможность вернуться, получили возможность поклоняться своим богам и многое другое. Вот для них это было большим облегчением. Однако несвобода есть несвобода. И в условиях персидского владычества, которое в конце концов сменяется империей Александра Македонского и ее многочисленными обломками, которые как-то там существуют на Ближнем Востоке вплоть до Парфии, времен Парфии и Рима. Вот во всех этих структурах иудеи, в общем, были лишь отчасти самостоятельными. А после Македонского завоевания, особенно после смерти Александра Македонского, когда вокруг Антиохии, вокруг Сирии формируется держава селевкидов, вот здесь, собственно, начинаются снова уже гораздо более жестокие гонения, которые во втором веке, ко времени написания второй половины книги, уже, в общем, станут действительно гонениями не на жизнь, а на смерть. Тем не менее, вот для автора первой половины книги Даниила один из ключевых вопросов – это кто, собственно, Бог и что значит чтить Бога Израилева. Мы увидим с вами, что для этой части книги наименование Бога Богом Израиля даже в какой-то степени отступает на второй план. И автор называет его всемогущим, вечным, владыкой царей. И действительно, это важное очень переосмысление. Итак, книга написана, условно скажем, в начале IV века до Рождества Христова, ну, там, плюс-минус полвека, на арамейском языке, на котором, собственно, говорили не только иудеи, вернувшиеся из плена, но и очень многие другие народы Ближнего Востока. Ну, использовали этот язык, может быть, с какими-то местными вариантами, но все-таки вполне как язык общепринятый и распространенный. Теперь вторая половина книги, собственно, включает в себя главы с VIII по XII, а также первую. По языку автор первой главы должен быть соотнесен именно с тем, кто написал вторую половину книги. Эта вторая половина книги, первая, а также с VIII по XII главы, написана на древнееврейском языке, что до некоторой степени удивительно, потому что сам текст моложе первой половины книги, обычно его датируют примерно временем перед Маковейскими войнами или даже во время, там, первая треть II вектора Христова, условно, плюс-минус, там, несколько десятилетий. А язык при этом используется более древний, устаревший. Обычно это объясняют тем, что вторая половина книги Даниила была обращена к религиозным иудеям, к тем, кто подчеркнуто отстаивал свою идентичность. И это были люди, которые, в общем, отказывались читать на обычном современном арамейском языке. Им подавай вот древний язык. Примерно так, как, скажем, ну, в наше время какие-нибудь неумеренные ревнители отеческих преданий настаивают на том, чтобы, там, писать и читать на церковнославянском языке, который уже много столетий как язык мертвый. Ну, вот примерно так же древнееврейский для эпохи маковейских войн, для эпохи Антиоха и Епифана, его державы. Вот это вот такой вот совершенно безнадежно устаревший язык, который, тем не менее, вот выглядит, как некоторый такой язык религиозного фундаментализма. Очень для нашего времени, повторяю, знакомая вещь, хотя от того, что она нам знакома, это не становится более рациональным, но, тем не менее, вот как есть. Стал быть, автор второй половины книги стилизует, попросту говоря, свой текст под произведение древней письменности, но при этом его язык пестрит заимствование из персидского реалий, контекст, в которых он мыслит, нередко обнаруживают ярчайшее проявление эпохи именно после македонских завоеваний, и, тем не менее, вот такой текст, который по языку может считаться анахронизмом, по содержанию совсем нет. И здесь основной фокус, так сказать, внимания, это именно апокалиптическое видение, представление об истории, представление о том, что происходит с людьми. Это всегда востребовано, это всегда интересно. Но особенно становятся востребованы такие вещи именно в эпохе тяжкие, когда трудно, когда плохо, когда нарастает ощущение кризиса, в котором люди живут. Вот объять взглядом историю на, так сказать, большом промежутке времени и рассказать, к чему оно все стремится, и предъявить некоторую такую логику историю усовскую, это очень популярное дело, и во времена автора второй половины Даниила этим занимались многие, он в том числе. Но поскольку обычно речь идет о довольно актуальных политических акторах, при этом эта эпоха, когда уже, знаете ли, не так, как в патриархальную старину, а это время, когда уже появляются соглядаты, слежка, доносы и тому подобные секретные разные службы при дворах восточных правителей, вооруженные там склянками, с ядом и кинжалами под плащом, ну, в общем, здесь нередко становится отнюдь небезопасно говорить о политике прямым текстом и называя вещи своими именами под собственным именем. Небезопасно. Поэтому так там было принято в те времена людей, которые об этом думали и все-таки об этом говорили, было принято изображать описываемыми реальности через какие-нибудь поэтические символы, через каких-нибудь громадных зверей, которые олицетворяют те или иные царства. Конечно, это идет еще от шумеро-аккадских мифов и вавилонских тоже, где вот, божества и царства на земле все выглядят как какие-то такие чудовища разнообразные. Ну, вот, значит, авторы апокалиптики, в том числе и автор второй планы Даниила, заимствуют эти образы и поэтому какие-то более простые реальности, которые мы бы с вами постарались охарактеризовать дискурсивным образом, они вот обозначают чем-то там таким громадным, какими-нибудь зверями, с рогами, выползающими из бездны и все такое прочее. Наряду с описаниями Изекииля, который говорит о видении ангелов на небе, о видении славы Божьей, вот эти зверообразные образы Даниила тоже формируют наше представление о метаистории и об апокалиптике. Если первая половина книги была, видимо, составлена в Вавилонии, то вторая половина книги, наоборот, скорее всего, сформировалась уже в Палестине. Весьма также вероятно, что здесь же в Палестине всю ту же эпоху первой тридцать второго века Дорождества Христова некий безымянный автор или редактор, может быть, впрочем, это был и автор второй половины, вот создает такую компиляцию, компиляцию, предваряя книгу первой главой, написанной на все том же древнееврейском языке во все то же позднее время. Дальше располагается первая часть со своим арамейским языком и более древними реалиями, и, наконец, дальше вот вторая часть. Ну и этим дело не заканчивается, редактура не останавливается на этом, а в конце концов еще добавляют сюда две последние главы, где мы видим некоторые легенды совершенно не связанные содержательно с предыдущими двумя частями. Впечатление такое, собственно, что некий древний автор не хотел вовсе расстаться или оставить где-то в прошлом эти тексты, которые почему-то ему представлялись важными. Ну и, в общем, чисто механически прикрепил их именно к этому свитку. Там редактор даже не дает себе труда, объяснить, почему это прикрепление происходит и как-то сюжетно сшить между собою или хотя бы стилистически между собою основной текст и вот этот дополнительный кусочек. В итоге мы получаем с вами в сущности лоскутное одеяло, которое состоит из нескольких фрагментов довольно разного происхождения, различающиеся по основным идеям, по эпохе, по жанру. Ну и это, конечно, накладывает очень серьезный отпечаток на то, как мы эту книгу читаем, что мы можем увидеть, должны увидеть, что нам следует увидеть в текстах книги Даниила. Пожалуй, еще вот что надо сказать, что конечно, авторы, как первой, так и второй половины книги, в первую очередь говорят о том, что это значит сохранить верность Богу в тяжких обстоятельствах несвободы Вавилона Персидских времен или времен распада державы Александра Македонского. Так или иначе, это вот такие времена несвободы, как сохранить верность Богу, что это означает. Однако для впечатлительного читателя на первый план выходит то, чего возможно авторы вообще не имели в виду. Это бесконечные и страшно популярные расчеты времен, времен и сроков. Как Господь вот говорит своим ученикам после воскресения не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Ну вот авторы Даниила, особенно второй половины Даниила, очень много более чем ясных, прозрачных намеков на времена и сроки предлагают. Прямо вот садись и считай. Но правда, если ты действительно сядешь и начнешь считать, то запутаешься обязательно вот эти седмины, которые Даниил там предлагает, так никто и не может понять, от чего начинать отсчитывать или к какому времени их досчитывать и что в конце концов обозначают эти седмины. И соотношение их между собой версий великое множество. Достаточно убедительных в общем ноль. Ну и в конце концов, знаете, христианам-то легко, конечно, мы же понимаем, когда вот произошли те события, которых возвещает Даниилу, можем отсчитать назад, если очень хочется, но по большому счету, конечно, нам это ничего не дает. Вот книга Даниила говорит о сути каких-то вещей, но сроки, даты и времена похожи постольку, поскольку без этого не обойтись, как-то вот авторами упоминаются. Ну еще одно, я думаю, тоже полезное и важное замечание, вот какое, в книге Даниила, в нашей Библии есть фрагмент, ну собственно даже два фрагмента, которые переведены с греческого, а не с арамейского. Это две вставки, связанные между собой, вставки в третью главу. Их нет в еврейской Библии, они сохранились в древних греческих переводах Библии, в септуагенте в частности. Ну, можно выдвигать гипотезы о том, почему не сохранился арамейский оригинал, и был ли он, и почему в одних версиях просто нету этих вставок, а в других они есть на греческом языке. Ну, вот это, пожалуй, два шедевра настоящих, настоящих шедевра библейской молитвенной поэзии, которые оказываются рядом друг с другом в третьей главе книги Даниила. Ну, и на них следует смотреть все же чуть в другом ракурсе, несколько отдельно от повествования самой по себе третьей главы. Мы в соответствующий момент постараемся так с вами и сделать. Вот, собственно, то, что для нас важно обозначить, прежде чем мы перейдем к разговору, собственно, о тексте книги. Это сборник притч разновременной по моменту фиксации составления и символы, символы, которыми она перенасыщена, конечно же. Это поэтические средства, при помощи которых авторы хотят донести до нас некоторые мысли, а не фотографический слепок с каких-то там неземных видений. Академия